Третье поражение подряд. Ивановский текстильщик провел очередной матч турнира Олимп первенства ФНЛ. Домашнюю игру красно-черные провели с командой Химки. Первый тайм закончился в ничью. Подопечные Дениса Бояренцева не только выдержали натиск соперника, но и создали голевые моменты, которые, однако, реализовать не удалось. Мы правильно играли первый тайм. Знали, что на искусственном поле будет не просто вскрывать такую команду, очень организованную текстильщик. Нас некоторые футболисты вышли с микротравмами. Пришлось их заменить по ходу первого тайма, но ребята заслужили право своей игрой в предыдущих играх. Поэтому мы знали, что могут быть такие последствия, но дали им возможность убедиться, потому что очень было бы далеко желание футболистов появиться на поле этой рады. После замены игра стала более интересной в плане выполнения того, что мы задумали на конкретно ваших командах. У нас получилось и фланг вскрывать определенный, и между линиями играть. Но самое главное, что реализация то, чего не было в первом тайме, не была угроза воротом, к сожалению, с нашей стороны. Второй тайм выдался жарким. Четыре пропущенных мяча от гостей и единственный гол хозяев исполнения Ильи Юрченко. По мнению главного тренера красно-черных Дениса Баяринцева, обилие допущенных ошибок в этом тайме привело к неутешительному для Ивановской команды результату. Встреча совершилась со счетом 1-4 в пользу гостей. На уровне вместе гол пропустили, ошибка такая обидная. В принципе, вроде бы мяч под контролем. Сами вывели соперника один на один. Но самое главное, что после этого гола, к сожалению, развалились. Тут же пропустили еще за 10 минут два мяча. Ну, в принципе, игра была уже сделана. Пытались с заменами хоть как-то игру переломить. Удалось забить один гол. Ну, в целом, после этого гола мы и так, наверное, за исключением того момента, когда второй гол забивали, там, к сожалению, не знаю, вышел мяч, не вышел. Но за исключением этого момента так пытались что-то. Ну, Химки грамотно оборонялись. Команда опытная. Благодаря победе над текстильщиком, Химки поднялись на первое место в таблице ФНЛ, одержав три победы подряд. Любовь Почерникова, РТВ Иванова.